Октябрьская библиотека номер 2 имени Николая Шернакова представляет презентацию «Любовь, обманная страна» по пьесам Александра Островского «Гроза, Снегурочка, Беспреданница». Великий драматург Александр Николаевич Островский родился 12 апреля по старому стилю 30 марта 1823 года в историческом районе столицы Замоскворечье. Его отец Николай Федорович был колледжеским асессором и был включен в дворянское сословие. Параллельно отец семейства занимался частной адвокатурой. Мать писателя Любовь Ивановна была дочерью церковных служителей. Она скончалась, когда Александру пошел 9 год. Отец остался с четырьмя детьми один, но недостатка семья не испытывала. На тот момент Николай Федорович уже занимал высокое положение в обществе. Вскоре он женился во второй раз, и у ребят появилась мачеха – дочь шведского аристократа баронесса Эмили фон Тессин. Женщина оказалась глубоко добропорядочной и заботливой по отношению к детям супруга. Островские находились на домашнем обучении, и Эмили активно участвовала в их образовании. Она немало поспособствовала отранных языков и знанию устройства европейских государств. Впоследствии Александр смог гордиться тем, что в совершенстве владеет несколькими языками, в том числе и древними. Отец писателя надеялся, что сын его станет адвокатом. В 1840 году Александр Островский поступил на юридический факультет Московского университета, но не закончил его. Охладев к занятиям в университете, Островский оставил учение. Несколько лет по настоянию отца он служил мелким чиновником в суде. Здесь будущий драматург насмотрелся человеческих комедий и трагедий. Не раз приходилось ему участвовать и в судебных делах о злонамеренных банкротствах. Перед молодым судейским чиновником все полнее открывался мир наживы, обмана, произвола и унижения. Влекло к себе Островского искусства. Вместе с товарищами он старался не пропускать ни одного интересного спектакля. Много читал, испорил о литературе, страстно полюбил музыку. В то же время сам пробовал писать стихи и рассказы. Уже с тех пор и на всю жизнь высшим авторитетом в искусстве для него стал Белинский. Островский мечтает стать писателем, чтобы в живой изящной форме произносить свой суд над жизнью. Истинно народный писатель, по его мнению, должен знать хорошо свой народ, сойти с ним покороче, сродниться. Островский избирает поприще драматурга, так как драматическая поэзия ближе к народу, чем все другие отрасли литературы. Вскоре выходит комедия о своей людей «Сочтемся». Она и принесла Островскому славу. Авторы ее назвали Колумбом за Москворечья, а его комедию «Купеческими мертвыми душами». Произведение начинающего драматурга привлекло внимание властей. На донесении цензора не колюцию. Напрасно печатано. Играть же запретить. Так двери театра были закрыты перед Островским. Имя его занесли в списки неблагонадежных лиц. И драматург был отдан под негласный надзор полиции. В темных тайниках ее завели очередное дело. Дело о литераторе Островском. А судебное начальство предложило губернскому секретарю Островскому подать прошение об увольнении. В годы реакции, наступившей после подавления освободительного движения в Европе и в России, положение поднадзорного литератора Островского становится невыносимо тяжелым. Автор, в особенности начинающий, у которого запрещена одна или две пьесы, по неволе должен всего бояться, писал Островский много лет спустя. Пришла ему широкая мысль, он ее укорачивает. Удался сильный характер, он его ослабляет. Пришли в голову бойкие веские фразы, он их сглаживает. Не избежал этой трагедии и Островский. Долгие годы Островский был влюблен в актрису Любовь Косицкую. Оба они были несвободны, но даже после смерти супруга Любовь не принимала ухаживание писателя. Через некоторое время она завела роман с молодым человеком из купеческого сословия, который воспользовался доверчивостью женщины и спустил все ее состояние. Александру Николаевичу она написала в письме, что не желает отнимать его любви ни у кого. Летом 1846 года на гулянии в Сокольниках у театрального балагана познакомился Александр Островский с девушкой, простой коломенской мещанкой, швеей, рукодельницей. И звали ее по-простому милым русским именем – Агафья. Но отец не благословил брак с мещанкой и оставил сына без финансирования. Она обладала природным умом и умением тонко чувствовать самую суть, хотя Агафья и не имела образования. Для драматурга она была родственной душой и первым критиком его творений. Все годы, проведенные вместе, супруги испытывали нужду. Они прожили вместе почти 20 лет, пока Агафья не умерла. Через два года в личной жизни писателя появилась еще одна женщина – актриса Мария Бахметьева. Мария Васильевна была актрисой малого театра. Особым талантом она не обладала, но отличалась своеобразной красотой южного типа. Живая, веселая, она играла на гармонии, была страстной любительницей пения, особенно цыганских романцев. В 1890 году в своем дневнике она писала «Я больше всего люблю себя за то, что во мне бес сидит, и мне бывает весело». Мария Васильевна познакомилась с Островским в 1864 году. В романах длился несколько лет. Официальный церковный брак состоялся через пять лет. У них было шестеро детей. Трое старших родились до брака и впоследствии были узаконены высочайшим указом. Занявшись воспитанием детей, Мария Васильевна оставила театр. Она любила верховую езду, объезжала все угодья, сама умела сжать и могла пристыдить крестьянок, глядя за их работой. Мария была темпераментной, жизнерадостной, энергичной, ей не были чужды проявления доброты и гуманности. Однако она легко раздражалась, и в этом состоянии не всегда была справедлива. За всю творческую биографию драматург написал более 50 пьес и сделал массу переводов зарубежных классических произведений Шекспира, Сервантеса, Гальдони. Самые известные работы автора – «Женитьба Бальзаминова», «Беспреданица», «Гроза», «Снегурочка», «Без вины виноватые». Писатель жил литературой, театральной работой и любовью к своему отечеству. Остановимся подробнее на пьесах Островского «Гроза», «1860 год», «Снегурочка», «1873» и «Беспреданица», «1878 год». Первое двухтомное собрание произведений Островского было опубликовано в 1859 году. Эти сочинения получили высочайшую оценку Николая Добролюбова. Через год была издана знаменитая «Гроза», после чего Добролюбов написал рецензию в виде статьи «Луч света в темном царстве». В 1863 году за произведение «Гроза» Александру Николаевичу вручили Уваровскую премию и избрали членом-корреспондентом Петербургскую академию наук. Уже с первых строк пьесы Островского «Гроза» читатель замечает, насколько ее главная героиня Катерина Кабанова отличается от остальных персонажей. В образе своей героини Островский воплотил всю моральную чистоту и красоту русской женщины, ее стремление к душевной свободе, способность терпеть, но в то же время и умение отстаивать свои человеческие права. Из разговора Катерины с Варварой мы узнаем о ее жизни до замужества. Я жила, ни об чем не тужила, точно птичка на воле. Катерине нравилось ходить за водой к ключику, ухаживать за цветами, посещать церковь, вышивать золотом по бархату. Катерина очень любила слушать рассказы о людях, народные песни. Но так, к сожалению, было только до замужества. По обычаю, Катерину рано выдали замуж. Конечно, родителям казалось, что дочь будет счастлива за богатым купеческим сыном, тихим и скромным по характеру. Да и сама Катерина искренне верила, что станет любящей женой и матерью. Но она попадает в дом мужа, где царит грубый произвол Кабановского царства, где гибнет, вянет все живое, и Катерину одолевает тоска по утраченной гармонии, по спокойной и беспечной жизни. Безрадостные дни во встановке постоянных грубых окликов и домостроевских предрассудков самодурство давят на нее, всеми вся недовольна свекровь, придирается к невестке с утра до вечера. Защитить жену от сварливой матери безвольный Тихон не может. Жалкий и беспомощный, из-за слабохарактерности, он оставляет Катерину со свекровью и уезжает по делам. Он будто не слышит мольбы своей жены. «Возьми меня с собой, тише, не уезжай, ради бога, не уезжай!» Цельная сильная натура Катерина терпит лишь до поры до времени. «А уж коли очень мне здесь опостынет, — говорит она, — так не удержат меня никакой силой. В окно выброшусь, в волгу кинусь. Не хочу здесь жить, так не стану, хоть ты меня режь!» Среди жертв темного царства Катерина выделяется открытым характером, смелостью и прямотой. «Обманывать-то я не умею, скрыть-то ничего не могу!» Отвечает она Варваре, которая говорит, что без обману вы в доме не проживешь. «И на волю-то он, словно связанный». Эти слова Катерина с жалостью говорит о муже Тихоне, но не в меньшей степени они относятся к ее возлюбленному Борису. Это именно с ним, а не с Тихоном, Катерина связывает мечты о воле, в данном случае неотделимой от счастья взаимной любви. И на первый взгляд мечта ее сбывается. Непохожий на калиновских обывателей Борис Григорьевич замечает ее среди толпы, не может забыть о ней. Он действительно готов отдать Катерине свою любовь. Он единственный из тех, кто рядом с ней отчасти понимает ее трагедию. Но Борис продолжает рабское постыдное прислуживание дикому, покоряясь обычаям, господствующим в мире самодурства. Вот поэтому Борис и на свободе, словно связанный, и любовь свою воспринимает как несчастье. Загнан, забит, а тут еще с дуру влюбляться вздумал, говорит он. И в сближении с любимой женщиной лишь случай вырвать у судьбы мгновение счастья, наперед уже предчувствуя расплату за украденные, запретные для него радости. Его любовь и преданность принесены в жертву страху. Кончая жизнь самоубийством, Катерина, совершая с точки зрения церкви страшный грех, думает не о спасении своей души, а о любви, которая открылась ей. Друг мой, радость моя, прощай. Вот последние слова Катерины. Разумеется, самоубийство может быть выражением протеста лишь в самых исключительных обстоятельствах, когда иные формы борьбы абсолютно невозможны. Добролюбов далек от того, чтобы считать Катерину революционеркой, но если женщина, самое обесправное существо, да еще в темной костной среде купечества, не может уже больше мириться с гнетом самодурной силы, значит, среди обездоленных, забитых людей зреет возмущение. Добролюбов писал, «Куда вы не оглянетесь, везде видите пробуждение личности, предъявление о ею своих законных прав, протест против насилия и произвола, большей частью еще робкий, неопределенный, готовый спрятаться, но все-таки уже дающий заметить свое существование». Пьеса Островского «Беспреданеца» была написана в 1878 году, как раз в то время, когда в России все решали деньги, когда классовая несправедливость достигла необычайных размеров, в то время, когда браки заключались не на небесах, а в банках. Как все пьесы Островского «Беспреданеца» раскрывают все противоречия того времени, когда жизнь людей напрямую зависела от их материального благосостояния. «Мир диких и кабаних», с которым писатель знакомит нас в своей пьесе «Гроза», «Беспреданеца» существенно изменился. Здесь значительные лица в городе правят свой бал, торжествуют над красотой и молодостью. Главная героиня, женщина пылкого сердца Лариса Агудалова, ищет любви. В ней нет никакого расчета, она натуральна и безыскусна. Ведь Ларисе Дмитриевне земного, этого житейского нет, замечает Кнуров. Ее любовь поругана, для Паратова она лишь развлечение. Я любви искала и не нашла, на меня смотрели и смотрят как на забаву. Мир денег, выгоды, пошлости, ломает чистую непорочную душу Ларисы. Она беспреданеца и не может, не должна рассчитывать на большее, на чистое и искреннее чувство. И Паратов, которого девушка полюбила всем сердцем, доверчиво и беззаветно, не может на ней жениться. Свою волюшку он продает за полумиллионное состояние. «Дешевле нельзя, расчету нет», говорит он о предстоящем браке. Даже ее жениха, мелкого чиновника Карандышева, человека с болезненным и уязвленным самолюбием, влечет к Ларисе не столько любовь, сколько желание доказать, что он не хуже других, что именно ему она оказала предпочтение. И невеста это вполне понимает. Видя, что Лариса на краю гибели, кнуров и вожеватов разыгрывают девушку в орлянку. Причем соперники даже не пытаются скрыть свою сделку под маской порядочности. И говорят о человеке, как о вещи, как о товаре. Отступного я не возьму, Мокий Пармёныч. И о невыбытке расходов меньше. На каждом шагу чистая душа и горячее сердце Ларисы сталкивается с жестокостью и расчетом. Что же сам автор? Разве мог он допустить, чтобы деньги и жажда наживы оказались сильнее, значительнее подлинного чувства? Конечно, не мог. Поэтому финал пьесы трагичен и сложен. Лариса погибает от выстрела Карандышева. Но она не опрекает и не осуждает убийцу, а благодарит его за тот этой жизни, в которой нет места истинному и чистому чувству. В ней нет места любви и верности, а есть только деньги. Через все творчество Островского проходит тема Волги, тема реки, которая уносит все плохое, даруя размеренность и успокоение. В волнах Волги нашла свое единственно возможное освобождение Катерина, которая не смогла противостоять темному царству, домостроя и патриархата. Почти через два десятилетия в волнах этой великой русской реки нашла свою смерть Лариса, человек горячего сердца из пьесы «Беспреданец». В начале весны 1873 года Островский трудится над созданием пьесы «Феерии» для Большого театра. Совместно с ним над произведением работает Чайковский. Именно поэтому Снегурочка удивительно ритмична. Слова и музыка сочинялись в едином порыве. Снегурочке, дочери весны и мороза, понравились людские песни и танцы. Особенно ей полюбился пастух Лель. И она уходит жить к людям. Лель был любивцем девушек. Он отличался звонким голосом и красотой. Лель ухаживает за Снегурочкой, а она холодна. Мизгирь, торговый купец, увидел Снегурочку и полюбил. Ради нее он расстался со своей невестой Купавой. Снегурочка просит мать весну научить ее любить, и та отдает ей свой венок. Снегурочка ответила на любовь Мизгиря, но только недолгим было их счастье. Девушка растаяла на солнце. Снегурочка – девушка необычайной красоты, но холодное сердце. Чистая, наивная, но чуждая людям, бериндеям. Она, оказывается, готова отдать все, даже жизнь, в обмен на знание о том, что такое любовь. Островский до предела ясно выражает центральную мысль произведения. Жизнь без любви бессмысленна. Одна из центральных тем произведения – взаимосвязь противоположностей. Мороз и эрила, холод и свет, зима и тепло. Внешне противоборствуют, но в то же время не могут друг без друга. Противоречие холода и тепла – развернутая метафора борьбы человеческих чувств. Неслучайно эрила сердится на людей за остуду в их сердцах. Критики не сразу добродушно приняли сказку Островского. У драматурга была уже сложившаяся репутация сатирико-реалиста, бытоописателя и обличителя человеческих пороков. А тут сказка – такое нарушение привычного амплуа у многих вызывало вопросы. Спустя восемь лет композитор Римский Корсаков написал оперу по пьесе Островского. Она имела уже оглушительный успех. Островский умер 14 июня 1886 года, находясь в своем имении близ Костромы. Принято считать, что причиной смерти стала стенокардия. Захоронение русского драматурга находится рядом с могилой его отца на кладбище имени Николая Чудотворства в Костромской губернии. Если вас заинтересовала данная тема, предлагаем рекомендательный список литературы. Спасибо за внимание.